Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 12 апреля его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу Анатолия Тиля. Вячеслав Двораковский уже выступал в суде две недели назад, но тогда его показания гособвинитель Дмитрий Казанник назвал противоречивыми. В итоге суд дал мэру время, чтобы разобраться и уточнить свою позицию по данному делу. На этот раз Вячеслав Двораковский заявил, что увольнение Анатолия Тиля – большая потеря для администрации Омска. Следствие же так не считает, поскольку бывшего главного архитектора подозревают в превышении должностных полномочий, из-за чего городской бюджет недополучил 14 миллионов рублей. Это пятница, хоть и не тринадцатая, но достаточно сложная как для действующего мэра, так и для претендентов на эту должность. Вячеслав Двораковский 14 апреля планирует зачитать доклад о проделанной работе общественникам и бизнес-сообществу. Ожидается, что в зале соберется не менее 600 человек. Отчитаться перед депутатами мэр планирует на одном из летних заседаний городского парламента, поскольку полномочия Вячеслава Двораковского истекает 11 июля 2017 года. В эту же пятницу, 14 апреля, претенденты на должность градоначальника пройдут собеседование в Горсовете. Сейчас претендентов на пост мэра 17. Я не уверен, что здесь есть какой-то холодный расчет. Я думаю, что просто удобно эти два мероприятия поместить. Если предположить, что мэр бы высказался в пользу кого-то, ну опять-таки, я не думаю. То есть губернатор бы высказался, в принципе. И здесь делать какой-то расчет на высказывание мэра 5 лет. В зависимости от нефти – главное препятствие для развития российской экономики. Такое заявление в ходе апрельской конференции Высшей школы экономики сделал председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, пока цена на нефть будет низкой, в стране сохранятся низкие темпы роста экономики. В качестве препятствий Кудрин также назвал проблемы с демографией, финансовую изоляцию и слабость госуправления. О том, что россияне предпочитают избегать контактов с властью, свидетельствует и опрос Левада Центра. 61% респондентов заявили, что живут, полагаясь только на себя. И только 9% признали, что нашли подход к чиновникам и добиваются от них нужных для себя результатов. Тем не менее, Минэкономразвитие надеется, что россияне примут активное участие в разработке предложений для программы по развитию экономики до 2035 года. Совместными усилиями чиновники хотят выработать основы современного общественного договора, владеть эффективными механизмами диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике, ответственного сотрудничества и взаимодействия. 6,5 шагов на пути к заемщику. Члены торгово-промышленной палаты, чиновники, а также банкиры обсудили, как в регионе реализуется так называемая программа 6,5. Об этом инструменте кредитования бизнеса разве что не слагают легенды. Большие деньги, льготные ставки, прочные отношения с банками. Казалось бы, все, о чем мечтают предприниматели, уже разработали и ввели в действие. Федеральная корпорация, которая распределяет средства, заключила соглашение с 30 банками в Омской области. Но по данным регионального Минэкономики, реально выдают займы по программе 6,5 только несколько кредитных организаций. Ряд банков, которые сегодня плотно, активно поработали, свои лимиты уже освоили. Мы ждем новых лимитов от ПКР. Но есть и подавляющее большинство банков, с которыми есть соглашение. Они обладают этими свободными лимитами, но поддержанных заявок нет. Одного желания получить льготный кредит еще мало. Программа требует от предпринимателей четкий бизнес-план и собственные средства на инвестиционные проекты. Причем рассчитывать на ставки по скидке могут далеко не все бизнесмены. К примеру, торговля, которая насыщена экономикой Омской области, под раздачу кредитов не попала. В итоге желающих оказалось немного. За год от омских предпринимателей поступило 50 заявок. Чуть более 30 одобрено. К сожалению, честно вам хочу сказать, что мы с коллегами, здесь присутствующими, ну, по крайней мере, я точно знаю, что сильно конкурировали за тех заемщиков, которые подходят под правила предметования. Банки, активно участвовавшие в программе, свои лимиты практически исчерпали. Сейчас ждут от федеральной корпорации новые. Министр экономики Омской области Оксана Фадина выступает за то, чтобы банкам-молчунам выделяли меньшие объемы в пользу активных кредитных организаций. В Омске разгадают формулу успеха. Более 200 человек, среди которых политики, предприниматели, а также пиар-специалисты, принимают участие в серии бизнес-тренингов и лекций. Как выйти из кризисной ситуации победителем и можно ли добиться успеха в Омске? Ответы на эти вопросы дадут спикеры проекта «Формула успеха». В первый день участники встретились с психотерапевтом Марком Гринберга. Он поделился секретами выживания в непростых условиях. Второй день посвятили правилам публичности. Медиаменеджер Александр Малькевич рассказал о нюансах медиаповедения. Профессор и депутат законодательного собрания Владимир Половинко подискутирует с участниками о том, можно ли стать успешным человеком в нашем городе. Цели там две. Первая цель – это собрать людей, дать им возможность пообщаться. Ну, определенные категории людей, да, это в основном активные, социально активные люди. Предприниматели, менеджеры, маркетинг, HR, айстарт-службы. Вот. И второй, ну это образовательное, потому что мы приглашаем спикеров интересных, темы интересные даем. Есть ли жизнь на Марсе? Науке доподлинно неизвестно. Впрочем, этот вопрос космической важности. Нынешних студентов интересует мало. Их больше заботят дела земные. Роман Шлеников учится по целевому направлению компании высокие технологии. Молодой человек осваивает специальность машиностроителя. Современное оборудование, по его мнению, требует особого подхода. Ну, здесь полезные навыки, потому что современное оборудование, как бы, современным оборудованием приятнее работать, оно более отзывчиво, как бы, к тебе с ним, ну, правда, сложно бывает иногда, но учимся, справляемся. Это одна из шести современных лабораторий в Омском политехническом университете. И сложно бывает в каждой, поскольку все вместе они образуют специальный учебный центр. Он создан в программе софинансирования. Большая часть денег, 50 миллионов рублей, поступили с федерального центра. Еще 30 миллионов добавил сам университет. Именно здесь готовят специалистов для оборонных предприятий, ориентированных на освоение космоса. В первую очередь на производство ракет-носителей «Ангара». Идеология центра – это создание взаимосвязи между проектной частью, между механической частью, программированием, автоматизацией производственного процесса и метрологией. Только в комплексе решения этих задач можно получиться, как классный специалист. Поэтому мы создали эти четыре лаборатории на данном этапе, которые максимально приближены к производственным условиям, закуплены оборудованием. Хорошо обученные специалисты наверняка будут востребованы на производстве. Хотя бы потому, что скандалы с несколькими неудачными запусками ракет-носителей «Протон» подчеркнули кадровые проблемы в ракетостроении. Вице-премьер Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что Россия должна переходить на цифровое проектирование в ракетной отрасли, постепенно отказываться от «Протонов», ориентируясь в том числе на «Ангару». Правда, сроки производства «Ангары» постоянно сдвигаются. Но сегодняшние студенты надеются, что им, как и академику Сергею Королёву, удастся внести свой вклад в развитие космоса. А их детям не придется краснеть за страну, наблюдая за очередным запуском ракет-носителей. Минобороны сократила программу финансирования строительства ракет-носителей «Ангара». Как рассказал руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров, уменьшение объемов заказа приведет к удорожанию стоимости производства и запуска ракеты. Сейчас омский завод «Полёт» может производить до 20 ракет-носителей в год. Но из-за сокращения финансирования загрузка производственных мощностей теперь под вопросом. Ранее планировалось, что первый запуск «Ангары» состоится в 2019 году. Сейчас речь идет о том, что в космос она полетит после 2025 года. По «Ангаре» действительно есть проблемы. И они, как и многие другие, с которыми мы сталкиваемся, имеют свою историю. Так в 2011-2013 годах начинались инвестиционные проекты без достаточного обоснования и проектной документации. Когда мы стали их продолжать, то пришлось многое доделывать, а кое-что и переделывать. Рынок жилья в Мскобласти ждет существенное падение. Об этом заявил министр строительства ЖКХ региона Александр Бирюков. По словам чиновника, сейчас почти 3,5 тысячи квартир остаются непроданными. А это около 30% от всего введенного многоквартирного жилья. Застройщики снижать цены не хотят. Даже несмотря на низкую покупательскую способность населения, высокие ставки по ипотеке. Вместо этого они ужимаются, переходят на четырехдневную рабочую неделю, сокращают сотрудников, а в некоторых случаях даже полностью прекращают производственные процессы. Добавим, что в среднем в Омске один квадратный метр жилья в новостройке стоит 42 тысячи рублей. Безработных и самозанятых граждан планируют сбросить с государственной шеи, оставив им из бесплатных медицинских услуг только вызов скорой помощи. Информацию о том, что такие поправки законодательства разрабатывают, в федеральном Минздраве подтвердили и добавили, что это инициатива Фонда обязательного медицинского страхования. Чиновники отметили, что такое решение позволит снизить нагрузку на бюджет, поскольку поправки касаются тех, кто работает неофициально, игнорируя при этом уплату налогов и взносов. По данным Минздрава, сейчас застрахованы более 146 миллионов человек. Из них, по различным экспертным оценкам, не платят взносы порядка 8-12 миллионов граждан. При этом медицинские эксперты мнения чиновников не разделяют, считая, что такая инициатива приведет к увеличению нагрузки на бюджет регионов, поскольку амбулаторный прием терапевта стоит примерно 200 рублей, а выезд бригады скорой помощи обходится от 2 до 6 тысяч рублей. И если у населения нет возможности посещать поликлинику, то число вызовов не от ложки, как показывает практика, резко увеличится. Задержали мигрантов. Нарушителей законодательства выявили сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. Особое внимание сторожепорядка уделяли лицам, которые занимаются пассажирскими перевозками и торговлей на рынках. За все дни спецоперации полицейские проверили более 100 жителей ближнего зарубежья, выявили 30 административных нарушений миграционного законодательства. Граждане были доставлены в отдел полиции, где полицейские установили их личности и проверили на возможную причастность к преступлениям, совершенным на территории Омской области. В ходе проверки было выявлено 15 нарушений, связанных с правилами въезда в страну либо режима пребывания, а также 13 с предоставлением ложных сведений при постановке на миграционный учет. Кроме того, нарушителям закона выписали штрафы на сумму свыше 30 тысяч рублей, 8 из которых уже оплачено. Амичи помогли ДИБДД поймать пьяного водителя. Молодые люди в центре Омска обратили внимание на такси. Автомобиль наехал на бордюр и резко остановился. Потом из машины вышел водитель, поведение и состояние которого позволило окружающим усомниться в его трезвости. Амичи, чтобы остановить пьяного таксиста, хотели забрать у него ключи. Однако мужчина попытался скрыться от законопослушных прохожих. Впрочем, ему это не удалось. Амичи оперативно вызвали экипаж ДПС и сообщили сотрудникам госавтоинспекции о местонахождении нетрезвого таксиста. В итоге нарушителя задержали. Госавтоинспекция выражает огромную благодарность всем участникам дорожного движения, которые не прошли мимо данного водителя, обратили на это внимание и помогли сотрудникам госавтоинспекции задержать его. Своими действиями они способствовали предотвращению дорожно-транспортных происшествий, которые данный водитель мог совершить. Газета «Известия» предлагает своим читателям узнать, что покупают и на чем экономят россияне. Корреспонденты газеты выяснили, что граждане не жалеют средств на электронную технику, но не готовы сильно тратиться на пальто и шубы. В непродовольственных секторах российского потребительского рынка наметилась новая тенденция. Заметно растут продажи электроники, мобильных телефонов, мониторов, компьютеров. И на этом фоне снижаются объемы продаж верхней одежды. Обуви, ткани и белья. В процентах это выглядит так. Продажи гаджетов увеличились на 20%, а верхней одежде, наоборот, упали на 14%. Исследования проводили специалисты Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Эксперты объясняют тенденцию снижением цен на технику и появлением навыка покупать добротную одежду, которая служит не один сезон. Еще больше информации о покупательской способности россиян читайте в свежем номере газеты «Известия». О том, что российские интернет-провайдеры поднимают цены на свои услуги, читатели могут узнать, открыв свежий номер российской газеты. Уже совсем скоро интернет за 400 рублей в месяц станет приятным воспоминанием, а услуги операторов связи могут подорожать в 2-3 раза. По мнению экспертов, причина столь резкого повышения цен в том, что управляющие компании, которые отвечают за содержание дома, пускают на свою территорию не всех операторов. В Минкомсвязи с таким прогнозом не соглашаются, но признают, что подобное поведение управляющих компаний может заметно поднять тарифы на услуги связи. Ведомство разработало и отправило на согласование законопроект о честном доступе в дома для операторов связи, который призван обеспечить конкуренцию на рынке и доступность услуг связи. А пока законопроект обсуждается и дорабатывается, управляющие компании сами решают, какого оператора связи пустить в дом. Фактически они заключают неправомощные договоры, ведь никто не советуется с двумя третьими жильцов, как это должно быть по закону. Получается, что собственность используется без их согласия. К примеру, сегодня, если рядовой россиянин отдает в среднем от 400 до 500 рублей в месяц за безлимитный интернет, то совсем скоро стоимость услуг может подскочить до 1500, а в пакете с телевидением и до 2000 рублей. О том, почему операторы не хотят вкладывать средства в модернизацию сетей и на каком месте Россия оказалась по стоимости интернета, узнайте в новом номере российской газеты. Менеджеры выходят из моды. Корреспонденты газеты «Коммерсант» выяснили, как за последние пять лет изменились профессиональные предпочтения детей и их родителей. Кризис серьезно скорректировал приоритеты российских родителей в выборе профессий. К примеру, юристы и экономисты набили Россия на Москомину. Свежий опрос в ЦИОМа показал, за последние годы интерес к ним заметно упал. Родители желают своим детям иной доли. Каждый третий из взрослых видит в своем чаде будущего врача. Это, конечно, стабильно популярная в нашей стране профессия, но еще пять лет назад об этом заявлял лишь каждый четвертый родитель. Сегодня на фоне дефицита профессиональных медиков и перехода к платной медицине россияне все больше склоняются к мнению, что неплохо было бы, чтобы в семье был свой медик. Резко вырос интерес к военным профессиям. Количество родителей, советующих своим детям делать карьеру в армии, увеличилось вдвое с 6% в 2012 году до 13% в 2017. Также резко подскочила популярность профессии полицейского. Подробности в новом номере газеты «Коммерсант». Майские праздники уже не за горами. Большое количество россиян традиционно берут отпуск в конце апреля или в начале мая и едут отдыхать. Какие авианаправления оказались самыми дешевыми, а куда лететь накладно? По данным экспертов в туристическом бизнесе, по сравнению с 2016 годом, стоимость авиабилетов на майские праздники снизилась в среднем на 8,5%. В рамках исследования, проведенного специально для РБК, эксперты проанализировали запросы на перелеты с 28 апреля по 9 мая текущего года с вылетом из Москвы. Самым популярным зарубежным направлением стали Прага, Тель-Авив, Тбилиси, Париж и Барселона. Наиболее дешевыми авиамаршрутами за рубеж оказались Минск, Кишинев и Вильнюс. Что касается внутреннего туризма, то здесь первая пятерка выглядит так. Лидерами, как и на прошлых майских празднованиях, стали Симферополь, Сочи, Калининград, Минеральные воды и Краснодар. О том, как правильно выбрать отдых и сэкономить, читайте в номере газеты РБК. Продолжение следует...